Кстати, по поводу реакции Насти на это все, когда я ей написала, мы ж не жили с Настей у меня дома в Украине, она была со своей семьей, я была у себя дома с мамой и с бабушкой, а я когда ей об этом написала, она подумала, что я шучу, и точно так же было, когда умер Теддичка, я ей тоже, точно так же, ребят, ситуации идентичные, я тупо вообще офигела, насколько ситуации одинаковые, когда умер Тедди, ко мне залетает бабушка и говорит, что Тедди умер, я просыпаюсь в шоке, беру телефон, 100 сообщений от мамы, и я понимаю, что да, это правда, и была точно такая же ситуация в этот раз, когда на собакране, только залетает ко мне мама, звонки от Кирилла, просто звонили мне, знаете, просто все, кто мог, и потом я написала Насте, что такая ситуация произошла, она сначала мне не поверила, но потом, когда я ей все скинула, что мне скидывал, и писал Кирилл, я ей позвонила, все рассказала, она изначально написала, типа, я очень надеюсь, что это шутка, ты же шутишь, Диана, потому что я написала, что у меня угнали машину, но, знаете, это звучит немного как в фильме, сложно поверить по переписке, что это все не пранк, не шутка, а реальность, я ей все объяснила, показала, рассказала, она тупо офигела, ее родители офигели, мы были все в шоке, кстати, у Насти ничего не украли, ну, просто потому что у Насти ничего не было, что красть, вот, в ее комнате, единственное, что там тоже били Толика, вот, они заводили и туда тоже Толика, потому что они думали, что возможно деньги и там, и, кстати, у Толика, у Кирилла, у них у всех спрятали телефоны, и когда воры уже ушли, Кирилл и Толик, ну, там, как-то развязали руки, и потом уже начали искать телефоны, короче, капец.